Что-то совсем душно стало, открою окно. Непозволительная роскошь прокомментировали бы такое расточительство многие пермики. Ведь в большинстве квартир до сих пор батареи холодные. А здесь, в доме на моторостроителей 12, тепло есть. Жители многоэтажки уже не первый день могут позволить себе спать с открытыми форточками и ходить по дому в футболке и шортах. Тепло нам дали неделю назад. Я думаю, что это все-таки связано с тем, что рядом с нами находится детский сад. Нам очень хорошо и жарко даже. И, конечно, очень зачувствую людям, у которых дома холодно. А тепла до сих пор нет в большинстве многоэтажек. Примерно так сейчас спасаются от холода многие пермики – теплыми вещами и обогревателями. У меня есть еще маленький брат. И вечером нас мама укладывает спать в теплых пижамах и носках, потому что дома очень холодно. Тепло в квартиры пермики ждали, как обычно, с началом отопительного сезона 16 сентября. Но оно уже на полторы недели задержалось. Причина – теплая погода. Это только на бумаге начало отопительного сезона – середина сентября. На деле же котельные для запуска тепла именно в многоквартирные дома заработают только тогда, когда поступит распоряжение от главы перми, говорят в управляющих компаниях. А это может произойти в одном случае – когда среднесуточная температура воздуха продержится в течение трех дней не выше 8 градусов тепла. С 16-го только школы, садики и больницы. Вот разрешение будет, будем потихоньку запускаться. К концу недели возможно. Большинство систем теплоснабжения жилых домов во всех районах города заполнены сетевой водой и готовы к подаче теплоносителя, сообщил вчера депутатом замглавы администрации Перми Николай Уханов. По данным пресс-службы мэрии, запуск тепла в многоквартирные дома может начаться с понедельника. Однако это не означает, что трубы во всех квартирах разом станут горячими. Процесс запуска – не одномоментное действие.